Поваривать Смотри, вот В чем момент, да Здесь он мне предлагает, да, допустим Сыграть земельку Сыграть пиранайта Блин Либо пойти в атаку, да, соответственно Есть я, в чем основе момент В чем основной момент Почему я в основном Сначала хожу в атаку Потом играю карты Допустим, у нас сейчас мы могли бы выложить Ману Могли бы разыграть пиранайта Пойти в атаку В чем прикол Пайрадепт, разыгранный сейчас Он нам ничего не дает Да, соответственно Эта карта нам ничего не дает Ходим мы в атаку Есть он у нас на столе Там все описания дек прикреплены внизу Да, потому что в магию Да, то есть кто в магию не играл Тому сложнее будет Объясняю для тех Да, соответственно Мы могли бы поставить землю Пойти Сходить пайрадепта Сходить в атаку Пайрадепт Выходя на стол В этой ситуации Нам не дает абсолютно ничего Поэтому, ходя в атаку Есть у нас пайрадепт Нет пайрадепта Мы никакого бонуса не получаем Но Поскольку мы с вами сыграем одну землю У нас будет две маны Мы сыграем пайрадепта У нас останется в руке Одна земля Один арчер И будет ноль маны Соответственно, противник знает Что у нас с вами сейчас Всего лишь каких-то две карты Ноль маны И он не ронен Ходит в атаку И он может Уже он знает всю информацию О нас сразу И он может решать Блокировать его Кого-то Есть существо, например Там, быстрым заклинанием Убивать Например, там Взять две карты Пропустить два урона Если же мы с вами Не сыграем землю И не сыграем пайрадепта У нас получается с вами В руке Четыре карты И одна мана Соответственно, противник Уже может думать Что у нас в руке Например, торч Если у него стоит Какая-нибудь сильная крича Он уже будет думать Блокировать или не блокировать Потому что Когда он будет блокировать Да Мы убьем его Еще торчом дополнительно Соответственно Он не знает Наши карты И знает Знает, что у нас Много маны Дальше Если у нас есть Какие-то заклинания Например, мы играем В красно-черном Есть заклинания За две маны Плюс четыре Быстрая атака То, во-первых Если мы не хотим Показывать это заклинание Мы вообще не играем С вами ману То есть мы идем в атаку То есть у нас Когда мы можем Сыграть заклинание Быстро Есть пауза Соответственно Если мы не хотим Показывать Мы не играем Вторую ману Идем спокойно В атаку Аниронином То есть мы ее не показываем Пауза не будет Он пройдет сразу Если мы хотим И есть возможность Что-то сыграть Мы просто играем Допустим Одну черную землю Не ставим Паэрадепта И ходим в атаку То есть у нас Останется с вами Две маны И И останется Допустим Это раскачка Соответственно Если бы мы сыграли Паэрадепта Мы бы не имели возможности Раскачать Ониронина И кого-то убить Если поставить в блок Соответственно Мы ходим В атаку Противник уже смотрит Блокать не блокает Он тоже думает Что у нас есть Противник опытный Он будет знать Что у нас есть То есть это раскачка Соответственно Если он поставит Кого-то в блок Мы уже можем решать Хотим ли убить Хотим ли разменяться Либо потом поставить Паэрадепта Поэтому игра Ненужных карт В данной ситуации Заранее Сужает ваши возможности И рассказывает О вашей игре Сопернику То есть вы уменьшаете Свои шансы И даете Уменьшаете свои действия И даете больше действия Оппоненту Поэтому если вам Что-то не нужно В конкретный момент играть Никогда это просто так Не играйте Не тратьте ману Не тратьте карты Поэтому так же Я оставляю кучу земель Потому что иногда Нам земля не важна То есть Если у меня в этот ход Допустим Одна земелька оставила Я ее никогда не раскладываю Пусть противник думает Что у меня есть Какая-то одна карта Если придет вторая земля Я уже карту заменю Есть в какой-то дете Где нужны кричи С землями Типа Беккамбре Я земли вообще не раскладываю То есть вот основной момент Кто не играл в магию И играл в ХФ Это будет очень непонятно Потому что у нас как раз Интерактивная игра Быстрые заклинания Блоки различные Засады И так далее То есть вы В каждый момент времени Вы должны иметь Максимум Своего действия То есть максимум карт на руке Максимум маны Для возможности То есть есть у вас Быстрые заклинания Нету Пусть противник лучше думает Что они у вас есть Будет чего-то бояться И вот из этих мелочей В итоге можно Да Всегда Это мелкое преимущество Психологическое Немножко Ситуативное Ну куча этих мелочей Оно складывается И в итоге Спокойно Очень часто Дает вам победу Поэтому я практически На автомате уже привык Что Если Если какая-то карта Не нужна То не надо Допустим Если был бы инстигатор И там что-то было критичное Я бы его возможно поставил Поскольку в случае размена Он бы мог нанести Один критичный урон То есть я иногда конечно Туплю Но То есть играю как-то По-другому Но у меня больше это Как бы рефлекс уже Поэтому я сначала Автоматом хожу в атаку Потом выкладываю землю Потом играю так Причем все вот эти Манипуляции Как раз С быстрыми заклинаниями Имеют смысл только в начале Когда у вас Один-две маны И вы хотите Например Спрятать торч Хотите спрятать Трэпидшот И так далее То есть для примера Сейчас если нам Вторая черненькая придет Мы как раз покажем То есть если у нас Сейчас придет Вторая черненькая С вами Сейчас мы порассуждаем Как это будет выглядеть На игру То есть у нас Все быстрые заклинания Дают какое-то окно Если это все Тормозится То вы соответственно Видите что у противника Что-то есть Или бы он видит Что у вас что-то есть Соответственно Давайте подождем Пока придет Нет Вторая черненькая Не пришла Тут вопрос Теперь Хотим мы показывать Есть ли у нас На руке торч То что если мы сейчас Пойдем в атаку Будет замедление игры Значит противник Будет знать Что у нас есть Быстрое заклинание Красное быстрое заклинание За одну ману Это только торч Хотим ли мы показывать Торч сопернику Или нет Сейчас на столе Нет никакой такой ситуации Чтобы я мог Что-то сыграть И раскачать Или поблокать Поэтому я не хочу Показывать торч сопернику Поэтому я сначала Схожу перенайтом То что я в любом случае Схожу перенайтом Сделаю себе Ноль маны И когда пойду в атаку Задержки не будет И противник не будет знать Что у меня сейчас есть торч А если бы я сходил в атаку Просто так Как я до этого рассказывал То он бы узнал Что у меня есть торч То есть все зависит От ситуации на столе Когда-то нужно играть Когда-то не нужно играть Причем для игры Это особенно критично Поскольку Вам очень нужны Быстрые заклинания Плюс все эти Трики Работают на первых Трех-четырех кодах Когда у вас нет ничего Опять дальше Хочу я показать Что у меня есть или нет Соответственно Я сейчас пойду в атаку У меня есть одна земля У меня в любом случае Он увидит Что у меня есть торч Правильно То есть в любом случае Я сейчас хожу в атаку Он видит Что у меня есть торч Поскольку красная мана Одна И блок Если я сейчас сыграю землю И пойду в атаку Он может подумать Что у меня есть и торч Плюс у нас есть возможность Рэпидшота Соответственно Торч я скрыть Никак не могу Рэпидшот я скрыть Еще как-то могу Смотрим, что у него У него никакой не камбрей, ничего То есть, соответственно, раскачка на плюс 2 В атаке мне сейчас никак не помогает Он торчом убьет Больше другого заклинания у него быстрого никакого нету Поэтому играть вторую ману, чтобы, например, сыграть раскачку, мне не нужно Если бы это была белая-синяя колода и две маны У него может быть 2-3 с засадой существо Тогда надо играть обязательно черную ману Чтобы на гипотетическое существо с засадой Вы могли бы дать раскачку и спасти Поэтому здесь мы сначала уходим в атаку Прячем торч Играем земельку И быстро нажимаем пробел Переходим к следующему ходу, чтобы противник не видел замедления То есть, он знает, что есть торч Но пока не знает, есть ли у нас еще что-нибудь То есть, это вот такие вот мелкие вещи Они играют роль только на первых двух ходах Дальше они вам не понадобятся Но иногда для игры это очень критично Для агровой дейки, где у нас куча раскачек и триков То есть, не знаю, понятно